Полки Леневской поселковой библиотеки пополнились новыми изданиями. Приобретены они были при помощи властей, за что хранительницы книжного дома и его постоянные читатели искренне им благодарны. Неравнодушию к культуре посвящен наш сюжет. Мне очень приятно, что вы в который раз приходите записывать наши именно слова благодарности. В этот раз мы хотим сказать большое спасибо нашему депутату, правильнее будет сказать депутату Законодательного собрания Новосибирской области от нашего избирательного округа Григорьеву Анатолию Петровичу. Дело было еще на стадии избирательной кампании. Тогда кандидаты еще в депутаты собирали наказы, просьбы какие-то от избирателей. Какие просьбы могут от библиотеки? Мы попросили книги. В сентябре Анатолия Петровича избрали. Где-то через месяц нас пригласили на прием. Притом, я обращаю внимание, нам даже не пришлось о себе напоминать. Позвали к себе уже озвучить, какая именно литература нам нужна. Спасибо, кстати, не только самому Анатолию Петровичу, но и его доверенным лицам и помощникам. Екатерине Николаевне Жукову и Познякову Андрею Борисовичу. Потому что мы книги-то запросили, которых у нас нет, а фонд у нас в библиотеке хороший. И книги явно им пришлось поискать. Буквально вчера нам книги уже отдали, и мы готовы плясать от радости были. Потому что тут действительно каждая книга, это книга, перевернувшая мир. И все авторы, это авторы, объединившие поколения. Я несколько только назову. Мариам Петросян. Книга называется «Дом в котором». На крайне города, среди стандартных новостроек, стоит серый дом. Дом хранит уйму тайн. Туда нет хода из наружности, и там перестают действовать привычные законы пространства и времени. Дом – это нечто гораздо большее, чем просто интернат для детей, от которых отказались родители. Дом – это их отдельная вселенная. Но вот об этой книге отзываются. Дом в котором – замечательное произведение, и очень может быть – это дверь в ту новую литературу, которую все так ждали. Потом вот есть книга Джозефа Конрада «Сердце тьмы». «Сердце тьмы» – это путешествие английского моряка вглубь Африки. Изображение борьбы цивилизации природы, исследование тьмы человеческого сердца, созданное Джозефом Конрадом после 8 лет пребывания в Конго. Еще, кстати, насчет Африки. Вот отличная книга нигерийского прозаика Чинуа Ачеби. «Стрела бога» она называется. У этой книги «Букеровская премия» 2007 года. И написано о проблемах, возникших при столкновении цивилизаций, африканских времен с их традиционным укладом, и пришедшей на Черный континент западной культурой. Деннис Лихейн – это признанный мастер жанра нуар. В чем особенность жанра нуар? Это тот же крутой, мощный детектив, но в отличие от обычных детективов, где главным героем выступает персонаж, расследующий преступления сыщик, журналист, героем романа нуар является, как правило, жертва, подозреваемый или преступник, то есть лицо, непосредственно вовлеченное в преступление, а не распутывающее историю со стороны. Ну, для иллюстрации, так сказать, по одноименному роману Дэвида Лихейна поставлен отличный, на мой взгляд, фильм «Остров проклятых». Вот у нас две книги теперь этого автора. Могу показать вот эту книгу Полины Жеребцовой «Муравей в стеклянной банке». Чеченские дневники. Сама автор Полины Жеребцова родилась в 1985 году в Грозном. И, получается, это листы из детской тетради. Они ценны, как удивительные силы свидетельства о страшных событиях вчерашнего дня. Как рассказ человека, существовавшего внутри учебника истории. Как документ, запечатлевший безжалостным глазом ребенка безжалостную картину. Как чудом уцелевшая записка современника. Такая сложная, конечно, книга. Но есть и юмор. Юмор. Вот Джером, например. У нас раньше была только... Ну, самая известная книга Джерома «Трое в лодке, не читая собаки». Сейчас вот еще одна есть. «Трое на четырех колесах» – те же герои. Отправляются на велосипедах в путешествие. Английский еще один. «Пелом Гренвилд Вудхаус». Замечательный английский писатель и юморист, признанный классиком жанра еще при жизни. Его необычайно смешные книги об обаятельном шалопае Берти Вустери, его невозмутимом слуги Дживси и других английских аристократов в наши дни пользуются огромной популярностью. И еще даже юмор есть. Вот тоже, кстати, английская писательница Сью Таунсенд. Книга ее называется «Женщина, которая легла в кровать на год». Великая английская писательница Сью Таунсенд написала мудрый, да одури смешной и печальный роман о нас и наших тайных желаниях. «Ева осуществляет то, о чем мечтает почти каждый из нас – забраться в кровать и забыть обо всем на свете. Именно за это мы и любим Таунсенд. Ее герои, балансируя на крайне полной нелепости, умудряются оставаться живыми и невероятно правдоподобными. Сью Таунсенд, как никто в литературе, умеет показать поразительную абсурдность нашей каждодневной жизни, но при этом она никогда не позволит читателю чувствовать себя угнетенным или оскорбленным. То есть книги, видно, что очень-очень разные, и они очень хорошие. Я еще раз говорю спасибо и рада за наших читателей. Новинки пользуются среди читателей большой популярностью, но постоянные посетители библиотеки говорят, что приходят сюда не только за чтивом, но и за общением – культурным, умным, интересным. В наши дни на улице его не хватает. Библиотекари, взяв сейфакт на заметку, решили внедрить в свою работу новую форму взаимодействия с читателями. Теперь здесь можно будет играть. Играть в умные настольные игры. Это не только модное сейчас увлечение, но и полезное, конечно, потому что это и кругозор расширить, это сдружиться можно, это русский язык разговорным подтянуть, опять же. Игры у нас сейчас уже две есть. В двух словах расскажу. Первое – Экивоки называется. Бросаем кубик. И потом, что тебе там на карточке выпадает, такое задание выполняем. Например, если выпала единичка, нужно объяснить другими словами, не называя то, что у тебя написано на карточке, объяснить это слово либо словосочетание. Казалось бы просто, но здесь некоторые такие ассоциации. Вот здесь, например, отечественный автопром написано, так что не знаю, будет ли это легко объяснить. Потом можно, если выпала двойка, например, слово «дирижаблестроение» прочесть задом наперед, а игроки должны услышать его и назвать. Если выпала тройка, нужно нарисовать задание, которое у тебя здесь, и здесь, например, «Почта России». Но нельзя писать, конечно, никаких букв, никаких цифр. То есть, каким, вот, как вы себе представляете в картинке «Почту России», было бы интересно посмотреть. Можно жестами объяснить. Объяснить, например, вот вражеского лазутчика. Ну, и игроки могут задавать вопросы, да или нет. Потом, если выпадет шестерка, то мы берем карточку уже, которая рыжего цвета, она сложнее. Здесь, вот, например, задание «Антонимы». За минуту объяснить фразу словами, противоположными по значению. Заодно все вспомнят, что такое антонимы, да. Награда уже шесть клеток вперед. И вот фраза «Горбатого могила исправит». Вот и думайте, какие антонимы к слову «Горбатый», к слову «Могила» и к слову «Исправит». Ну, вот, это очень интересно. Мы сами уже пробовали, конечно, поиграть. Это, ну, можно попытаться потом обыграть библиотекарей, например, потому что у нас словарный запас очень даже неплох. Давайте поборемся с кем-нибудь. Вот, это одна игра. Вторая игра называется «Иммагинариум». Игра на ассоциации. Игра очень простая и интересная. В ней нужно придумать ассоциации к необычным картинкам из коробки. Картинки рисовали сумасшедшие художники, поэтому ассоциации могут быть от самых простых, вроде «Любовь», «Зима», «Принципиальность», до самых сложных и безумных. В духе, например, «Все правильно сделал», где «Драма», «Опять нет драмы». «Иммагинариум» здорово помогает в общении. В ассоциациях вы узнаете самые важные личные вещи о человеке. Учитесь лучше его понимать и лучше предсказывать ход мыслей разных людей. Одним словом, эта штука не только душевная, но и очень-очень сильная в плане развития отношений. Надеюсь, все, что я сегодня рассказала, привлечет в библиотеку еще людей. У нас народу тут будет все больше и больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова